Дело живет, оно не заброшено и не забыто. Вообще слово «не забыто» в этой истории ключевое. Уже много лет Лазарий Серзон разыскивает родственников ивановцев, погибших под Сталинградом и похороненных в братских могилах Волгоградской области. А началось все с поисков собственного отца, пропавшего без вести в начале 1943 года. В 70-е годы после многочисленных переписок с архивами и военкоматами выяснилось, что Матус и Серзон похоронен в поселке Котлубань городищенского района Волгоградской области. А спустя годы Лазарь Матусович выяснил, что плечом к плечу с его отцом в братской могиле лежит еще не один ивановец. Когда я в следующий раз был на могиле отца в Котлубане в 2005 году, и эта книга была более-менее оформлена. Я попросил администрацию Котлубанского сельского поселения, чтобы они мне прислали всех ивановцев, которые там похоронены. Там были у многих адреса. И они мне тогда прислали вот этот первый список из 22 человек. Потом братские захоронения городищенского района изучили еще более пристально. И сейчас так называемых списков из Серзона 12. И в них 817 наших земляков. Это Ивановская область в границах 40-43 годов. Тогда в ее состав входили ряд районов Владимирской, Костромской и Нижегородской областей. Вот на сегодняшний день из 817 человек родственники найдены всего 306. Но основная часть – это найденные родственники из районов Ивановской области в современных границах. Потому что во Владимирской области, несмотря на то, что посылают туда списки, особенно во Владимирской области, ищут очень плохо. Лазарь Серзон собственными силами отыскал более 4000 родственников погибших ивановцев. И почти никто из них не знал, где похоронен пропавший без вести отец или дед. Параллельно с поиском Лазарь Серзон ведет большую работу по увековечиванию памяти павших. 100 фамилий, 100 человек, чья жизнь оборвалась на Волгоградской земле, увековечена на воинском мемориале в Болино. На основании моих списков, после их проверки, Волгоградский областной военкомат присылает мне сюда документы о том, что вот эти, конкретно называя фамилии погибших, что их память официально увековечена теперь в этих братских могилах путем занесения их имен в книги памяти этих братских могил, в именные и мемориальные списки и вынесения их имен на обелиски. Поиск родственников не прекращается ни на день. Лазарь Серзон убедительно просит всех, кто узнал в списках своих родных, позвонить ему. Для него очень важно, когда кто-то кого-то находит даже спустя 75 лет. Я прошу всех, кто в списках из Серзона найдет фамилии своих родственников и еще не позвонил мне, обязательно обратиться. Я многим помогу связаться с администрациями тех районов. В скором времени наш телеканал возобновит публикацию списков из Серзона. Помнить и находить никогда не поздно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.